Всем привет! Меня зовут Лебезов Александр, я являюсь мастером спорта России по дзюдо. Сегодня мы с вами рассмотрим технику дзюдо, а именно один из вариантов передней подножки. Для правильного выполнения передней подножки вам необходимо сделать хорошее выведение из реновесия, то есть тяга руками. Далее вы делаете подшагивание к нему. И подбивом ноги с тягой рукой вы сбрасываете его строго под себя. Обязательно в конце контроля. Все начинается с захвата. Правильный захват вы должны забирать жестко всеми пятью пальцами. Большой палец накладывается сверху, пальцы собираются в кучу и потом большой палец закрывает. Большой палец потом вы опускаете вниз, чтобы захват натянули. Тем самым вы можете хорошо его вытягивать и захват будет очень крепкий. Захват на груди мы берем то же самое. Всеми пятью пальцами, при этом чтобы большой палец смотрел на меня вверх. Кисть должна быть жесткая, чтобы она не ломалась ни вверх, ни вниз, ни в сторону. Из-за этого очень сильно ухудшится качество броска. Рука работает строго вверх с дальнейшим продолжением. То есть либо она вставляется в локоть, либо в плечо, либо захват на плечо, либо шея. Для того чтобы сделать правильную тягу вам нужно выбрать правильное направление. Партнера вы должны поставить на пальчики ноги, на моски. То есть вывести его из равновесия. Рука тянет мимо своего плеча для того, чтобы у него было потом пространство, куда я его буду сбрасывать. Во время выполнения тяги вы должны обращать внимание, что вы должны его обязательно вытягивать на себя. То есть выводить из равновесия. Если вы не вытащите его, а сами подтянетесь к нему, скорее всего вы упадете сами. То есть выглядит это так. Для выполнения передней подножки есть несколько вариантов подготовки. Один из них это толкнуть соперника от себя. Тем самым я провоцирую на обратную реакцию. Он пойдет соответственно на меня. И мне останется сделать только подворот. Еще один вариант подготовки к передней подножке является рыбок за собой. То есть мне нужно сделать несколько рыбочков. Загружаю его руку, плечи, шею вниз. Тем самым жду его реакции, когда он будет разгибаться. Это и есть тот самый момент для подворота. Я делаю несколько рыбочков. Жду пока он выпрямляется. И мне выбросок. Для выполнения всех бросков вперед существует несколько подводящих упражнений. Одно из них это уч-комер. Выглядит это так. С тягой рукой я подставляю ноги. Сделаю неполный подворот. Работают обе руки. И во время каждого неполного подворота я должен быть максимально плотный к нему. Ноги подсаживаются. Упражнение надо выполнять по 10-15 раз за один подход. Для отработки передней подножки можно использовать резину. А точнее несколько упражнений для тяги рук, для отработки полного подворота и непосредственно для сбрасывания. Для тяги вы становитесь, ноги широко, резина натянута обязательно, чтобы резина у вас не провисала. И тягу делаете полностью рукой вытягиваете вперед. И мимо плеча вытягиваете руку вперед. Потом можно добавлять локоть. Вторую руку. Обязательно должны работать ноги. Как в борьбе. Ноги постоянно пружинят. Вверх, вниз. То есть во время подворота ноги включаются и тоже вытягивают партнера. Дальше можно сделать полностью сбрасывание. То же самое. Резину можно взять в одну руку. Вы становитесь уже непосредственно в конечном положении. И руки от бедра, резину можно натянуте посильнее, работают как во время броска. Вытянули. Вытянули партнера. И сбрасывание от себя. По большому кругу. Руки ни в коем случае, большая ошибка, не должны прижиматься к себе. Это неправильное выполнение. Так вы бросок не сделаете. Руки вытягиваются вперед. Во время работы голова должна всегда поворачиваться в сторону броска. Потому что за головой идут плечи. А если вы не довернете плечи, бросок, соответственно, не получится. С вами был Александр Лебезов. Подписывайтесь на канал Plodon Suite. Учитесь бороться и отрабатывайте технику. Под названием «Оббить». При попытке соперника спастись в клинче, сразу же просовываем одну руку сверху. И ладонь ваша выходит из-под мышки. Нога левая, в данном случае, оббивается в округе его ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok